Какие акции будут расти, что брать, куда инвестировать, у меня постоянно спрашивают. Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Меня постоянно спрашивают о том, какие акции будут расти, что надо взять, а я молчу как рыба. Почему я молчу? Потому что сейчас все крайне неопределенно, а может быть и определенно. Давайте посмотрим на наш любимый график S&P 500. Давайте вспомним, что с ним произошло. Вот вы сейчас видите график S&P 500. Посмотрите, как он выглядит. Вот сначала, с середины января, все резко пошло валиться из-за того, что пошли ограничения коронавируса и прочее. Закрытие границ, остановка производства, ну и так далее, со всеми вытекающими. Значит, естественно, на слухах все это повалилось вниз, вниз, вниз и упало. Но потом, после того, как Америка начала предпринимать очень активные действия, и все центробанки, что начали делать? Сначала они начали снижать ставку, это происходило вот здесь. Не помогло. Начали дальше бесконтрольно печатать, вливать в экономику бешеные деньги. И для того, чтобы остановить вот здесь. И это помогло. Вот он, отскок. Но пока еще ограничения по коронавирусу не сняты. И что будет дальше? Люди говорят, ну вот же, акции уже растут, они начали расти, что брать, скажи. А вот недавно мне прислали просто мой финансовый консультант, он говорит, опрос. Давайте мы с вами попробуем воспроизвести этот опрос. Что будет дальше? Смотрите, вариант первый предполагается. Давайте проголосуем. Вот там вот вы увидите голосовалочку, я сейчас организую опрос. Вариант первый. Акции продолжат расти и будут расти дальше. Это первый вариант. Абсолютно логичный. Все, мир выходит из кризиса. Снимаются ограничения по коронавирусу. И люди дружно побежали тратить денежки в магазины, которые они сберегли. Денежки сберегли. Кто за этот вариант? Проголосуйте. Первый вариант. Второй вариант. Посмотрите. Боковичок. Он немножечко вот потрепыхается и пойдет куда-то вот так вот. Вот, ну, я скажу вот примерно вот так. Раз, потом упадет, потом еще, еще и пойдет дальше в рост. То есть, вот сейчас вот немножечко отскочит, потом еще, еще, еще. Это будет второй вариант. И вот третий вариант, следующий будет. Смотрите. Хопа! Вот он вырос, да? Вот сейчас он потрепыхается немножко и упадет еще глубже. Это вариант номер три. Давайте проголосуем. Какой вариант кажется вам наиболее вероятным? Вариант номер один, рост. Вариант номер два или вариант номер три. И вот отсюда уже потихонечку рост. Скажу честно, я считаю, что будет вариант номер три. И поэтому я вот как бы не очень-то и советую покупать сейчас акции. Почему я так считаю? Ну, смотрите. Вот этот вот вариант, вот этот вот рост был обусловлен огромным вливанием денег. Будет продолжаться вливание? Да, будет. Скорее всего. Но возможности бюджета не безграничны и, ну, есть у меня подозрение, что это не поможет. Вот. Ну, или как-то поможет, тогда вариант номер два. Но, друзья мои, вот почему я опасаюсь варианта номер три и пока еще не могу вам посоветовать покупать акции по следующей причине. Потому что в первом квартале-то падение было, и оно было колоссальное. И сейчас уже начнут отчитываться компании. О чем они будут отчитываться? О прибылях или об убытках? Как вы думаете за первый квартал? Ну, очевидно совершенно, что они будут отчитываться за убытки. Теперь еще один момент. Наступает пора выплаты дивидендов. И дивиденды – это часть прибыли. А акции берут многие ради того, чтобы получать дивиденды. Так вот, фигушки будут вам дивиденды. Вот что я могу сказать. Потому что многие компании уже отказываются от выплаты дивидендов. А что это значит? А это значит, что настроение у инвесторов падает. То есть сначала акции упали, да еще и дивидендов не будет. Вот так. Поэтому, ну, есть, в общем-то, так сказать, все основания, может быть, для того, чтобы подождать и не вкладываться в акции. Вот так я могу сказать. Вот, то есть, смотрите, экономическая активность, когда восстановится, не факт, что сразу. Да, и этот опрос, ну, давайте уже конкретизируем на горизонте ближайших двух месяцев, скажем так, до середины лета. Дальше пока не буду предполагать. Вот, ну, давайте увеличим размер графика этого и посмотрим на него вот здесь. Смотрите, вот он отскок и дальше, смотрите, волатильность уменьшилась. Что это значит? Смотрите, помните, кто занимался на курсе биржи для чайников, помнят, когда я рассказывал про индикаторы ленты Бойлинджера. Что это такое? Сужение диапазона. Волатильность падает. О чем это говорит? О том, что готовится потихонечку, потихонечку готовится резкий рывок. Куда он будет? Вверх или вниз? Я уже сказал свое предположение. Вот. И индикатор Вильямса тоже самое. О чем он говорит? Вот здесь он говорил, что, в общем, так сказать, ребята, будет скачок. А вот здесь вот индикатор Вильямса говорит, что... И как только мы пересечем линию верхнюю в индикаторе и Вильямс Персон Трэнч. Вот так. А вы думайте, какой вариант будет. Ну, а теперь давайте посмотрим, что можно сейчас приобрести, что будет давать доход. Ну, вот, в частности, давайте посмотрим на те продукты, которые есть у меня, про которые я говорил еще с осени прошлого года, что их надо брать. Вот у меня структурные продукты яиц. У меня остался только один такой продукт. Тогда еще можно было за 100 тысяч купить его. И вот я его купил в самое неблагоприятное время. В самое неблагоприятное время, 23 января я его приобрел. Этот структурный продукт. То есть, когда все только начало падать. Этот структурный продукт дает мне 20% годовых прибыли. Все только начало падать. Смотрите, вот он, 22 февраля. Еще не упало. То есть, они все начали падать, но еще не сильно. И я получил здесь купон 20% годовых. А потом все грохнулось. Ребята, вот те, кто взял вот здесь, ну, у них уже все позакрывалось на самом деле. Те, кто взял вот здесь этот продукт. Да и здесь тоже самое. Вот, я взял в самое неблагоприятное время. Вот оно, самое неблагоприятное время. Ну, здесь да. А вот отсюда уже благоприятное время было. Смотрите, все акции грохнулись. И начиная где-то с середины марта начали расти. Вот так. Они начали расти. Посмотрите. И вот они, две линии. Если все четыре компании, акции находятся выше верхней линии, то это автокол, закрывается все, получается очередной купон, и все денежки назад возвращаются. То есть, как бы, до чего хороши эти автоколы? Потому что они работают до выхода из кризиса. Выход из кризиса закончился, пошел рост, все, ваши деньги возвращаются, инвестируйте в акции сами. Потому что акции растут быстрее. Ну вот, а автокол дает 20% годовых. Смотрите, что дальше. А дальше, а если хотя бы одна из акций ниже, чем нижняя вот эта линия, то фигушки выплачивается купон. И посмотрите, вот они все четыре ниже. Я не получил вот этот купон. Теперь смотрите дальше. Одна акция выше верхней линии, две акции внутри, скажем так, диапазона, а третья ниже, чем нижняя линия. Я тоже не получил купон. И теперь смотрите, вот он ближайший купон, который будет 22.05. Я не получил купона, я повторяю. Ежемесячное наблюдение. 22.05. Смотрите. Мосбиржа выше порога отзыва. Магнит вырос. И, в общем-то, все говорят, что он будет расти. Дальше. НЛМК. Металлургическая компания. Сейчас, в общем-то, не самые лучшие времена, но начала потихонечку восстанавливаться и ползет потихонечку вверх. Сбербанк. Сбербанк внизу находится. Долго он будет внизу находиться? Думаю, что нет. В общем-то, у Сбербанка, я бы не сказал, что что-то там плохое происходит. Поэтому есть все шансы, что после того, как Сбербанк пересечет эту линию, а НЛМК останется здесь же, я получу вот этот купон. Но я получу не только этот купон, а еще раз, два. Те купоны, которые не выплачены, потому что купоны имеют эффект памяти. Вот чем хороши вот эти автоколы. С эффектом памяти они. Поэтому я получу раз, два, три купона. То есть 20% годовых за этот период я получу. И дальше, опять же, если все четыре акции выросли, то все хорошо. Вот чем хороши такие автоколы. Давайте посмотрим, какие автоколы сейчас существуют. И есть ли они сейчас. Ну вот он, быстрый купон. 20% за год. Возрождение роста 15% за год. Я сейчас не буду подробно останавливаться. 17% ежемесячный купон. Здесь есть гарантии выплаты. Вот, скорее всего. До 25% годовых. Вот он, такой у меня был автокол. Он закрылся. Вот он, ежемесячный потенциал номер один. Он закрылся. Железные аргументы. Здесь стопроцентная защита капитала, насколько я понимаю. То есть ничего не упадет. Гарантия. Да. Дальше. Купонный платеж. Ну, по-моему, раз в полгода выплачивается. Но вот она корзина, пожалуйста. До 10% за год. Наверняка есть гарантии какие-то. Я сейчас не буду рассматривать. Если захотите, напишите в комментариях. Я рассмотрю подробно вот какой-то из этих продуктов. Купонный платеж номер 3. До 14% годовых. Автокол. Ну, тоже, опять же, можно сказать, подробности есть. Нереализованный потенциал. 22% годовых. Это когда все падает, ребята. Когда ставки снижаются. Финансы и ресурсы. 26% за год. Моэкс, Новотек. Полюс золота из Берпрефа. Что им грозит? Да ничего им не грозит. Новотек, так сказать, упал очень сильно. Сейчас должен расти полюс золота. Ну, золото вообще, так сказать, я думаю, что будет расти. Мосбиржа. Ну, все растет из Берпрефа, о которых я уже говорил. Вот она. Ставка на лидеров. До 13% за год. До 25%. Энергия и ресурсы. Ну, не знаю. Вот. Ежемесячный потенциал. Вот мои любимые. Ежемесячный потенциал номер 2. Это то, что у меня... Нет, у меня Новолипецкий. Вот. Ну, вот 25% за год. До 26% годовых ежемесячный потенциал номер 3. Ну, вы понимаете? Ребята, ну, это здорово. Здесь до 18%, но надо смотреть по условиям, опять же. Вы можете посмотреть сами. Здесь никакой квалификации не требуется. Всем доступно абсолютно. Никакой, так сказать, статус не нужен. Но 250 тысяч рублей. Вот так. Если у вас поменьше деньги, выбирайте. Вот они, акции. Лидеры по дивидендам. Лидеры роста. Ну, не знаю, как бы стоит ли на это ориентироваться. Облигации, пожалуйста. Вот они. Те, кто интересуется ETF-ами. Вот они, ETF-ы. Фьючерсы. Если вы хотите во фьючерсы, то я вам очень советую для начала пройти обучение на курсе по опционам. Если вы не проходили курс биржи для чайников, то курс по опционам вам достанется вместе с курсом биржи для чайников всего за 15 тысяч рублей. Если вы прошли курс биржи для чайников, то за половину цены. 7500. Вот так. Очень вам советую не соваться сюда, во фьючерсы, потому что это очень рискованный продукт. Я рассказываю, когда я рассказываю про опционы, там с фьючерсами все очень тесно связано. Вы будете точно в этом разбираться. Ну, а сейчас все. Я вам описал перспективы. В ближайшее время я готовлю еще видео по недвижимости и вообще обзор по мировой экономике, что нас ждет. И не ждите ничего хорошего от этого обзора, потому что, в общем сказать, ну я, конечно, оптимист. Но что значит оптимизм? Оптимизм это значит, что заработать можно всегда даже на падении. Если знать, как вкладывать и если знать, куда вкладывать, грамотно вкладывать. Ну и, конечно, это будет связано со срочным рынком. Вот. А на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Отвечайте на вопросы. И напишите, что вас интересует в комментариях. На сегодня все. До встречи.